так привет 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 это будет каменный расклад на новолуние так собирайтесь уже традиционно становится что я выхожу в эфир рассказать про каменный расклад в более широком смысле если я дала расшифровку которую вы прочитали расшифровку которую вы все прочитали она была про индивидуальные послания от камней то сегодня вот сейчас я расскажу про камешки ну так сказать для двухнедельного периода жизни вот как то так я сразу из одной трансляции в другую идет марафон поэтому вот немножко тут надо было и телефоны подзарядить и все как бы сорганизовать ну и так сейчас мы будем с вами раз разговаривать про камешки про ты про энергию которую эти камешки ну как бы нам показывают из пространства то есть камни эта энергия вы все знаете вы получили послание кто смотрит за каменным тестом или за каменным раскладом или за каменным оракулом как угодно можете называть вы получили послание индивидуально для для себя но а сейчас я буду рассказывать в более широкой такой перспективе потому что ко мне показывают энергетические тенденции в пространстве жизни и естественно у камней можно спросить какие энергии будут разворачиваться ну и вот сейчас я как раз таки буду вам так в быстренько быстренько рассказывать 11 камней выпало в принципе я всегда выбираю 11 камней как-то так с сначала когда я начала вести эти тесты так сложилось теперь люди полюбили эти тесты и говорят что все с ними срабатывает кто на кристальной энергии настроен у тех особенно ну и камни выпали картинку смотрите в группе кристаллософия или на странице кристаллософия или в профиле кристаллософия на ютюбе вы можете смотреть картинку фотографию камней в сообществе канал татьяна фомичова у канала есть сообщество вот заходите в сообщество там я пишу про календарь и про тенденции каменные кристальные тенденции и там вы можете получать послание вот и это идет только в соцсетях все остальное потом уже копия вот этих трех эфиром сегодня эфир в ютюбе эфир в инстаграме и эфир вконтакте вот до доброй ночи сейчас уже ночь почему так поздно потому что мне по времени только так получилось сегодня только ночью и поэтому сейчас мы начнет начинаем вот все про двухнедельный период первый камень который выпал это пластинка шунгита но она прессованная это не совсем тот камень который обработан это из из пыли с учетом как у каких-то связывающих материалов в общем эта пластинка шунгита вот она такая квадратненькая и что она нам говорит в раскладе не для индивидуального хотя для индивидуального я написала что обновите свое место для жизни и расчистите пространство для нового не отказывайтесь от переезда то есть шунгитовая пластинка она как раз таки указывает на те ваши четыре угла на стороны света где в которых вы живете и где происходит ваша жизнедеятельность но для общего она будет говорить о том что могут быть проведены жесткие границы могут быть какие-то пограничные контроли выставлены могут быть какие-то зачистки на каких-то территориях это пусть не пугает вас что это зачистка военная это может быть какая-нибудь зачистка бактериологическая или какая-нибудь ну свалку например сносят и делают на этом месте парк к примеру да но какая-то перестановка в в пространстве на местности но это также может быть что большие группы людей могут переселяться передвигаться это может быть или вот бог они могут быть беженцами или они могут быть путешественниками и какое-то перемещение с одного места на другое точно также это может быть некоторые энергии которая предполагает перестановку комфорта перестановка уюта но это могут быть новые правила для жизни когда вы будете меньше пользоваться к примеру электроэнергией как сейчас это идет или будете будете может быть выполнять нормативы какого-нибудь карантина или удаленной работы или может быть закрывание офисов и каких-то лишних помещений ну например в целях экономии могут быть закрыты какие-то общественные здания помещения какие-то заводы может быть будут закрываться из-за того что хотя может быть они будут открываться и будут перепрофилироваться потому что шунгит это еще и некоторое обновление обновление место где ты живешь очищение места где ты живешь поэтому это все что вот про четыре угла про какие-то какие-то рамки про какие-то может быть границы ограничения или здания и стены да вот как-то так о воронеже павильоны сносят на остановку вот что-то что-то такое какая-то будет перестановка может быть действительно старые здания будут сносить для того чтобы что-то обновить может быть старые старые принципы территория территориального деления будут изменены я знаю что в киеве вообще жуть что творится то есть это это вот это будет продолжаться это ну как бы это на двухнедельный период вот это будет продолжать вот этот камень здесь выпал то есть это будут какие-то какие-то на местности или на в окружающем пространстве перетрубации дальше у нас идет второй камень тигровое железо но это достаточно такой камешек но крупный здесь выпал в этом раскладе это тигровое железо нужен рывок нужен какой-то прорыв дерзайте сила предков и опыт родственников с вами но на самом деле это вот послание для человека а если говорить в более глобальным то так как это гематит он в принципе воинственный то есть какие-то действия военные будут продолжаться какие-то какие-то ситуации которые меняют скажем так влияние племен и народов будут изменяться или нации да опять-таки могут изменяться какие-то государственные политические правила или нормативы в сторону знаете в сторону ну скажем уже сточение или в сторону ограничения когда будут скажем подкреплены штрафами какими-то пропусками какими-то разрешениями и так далее да вот вот при этом при этом так как здесь сила предков да все будут вооружены своей идеей и под эту идею можно забыть что все люди что все живые существа то есть вот этот ну как бы вот 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 ситуация это будет развиваться еще она еще не завершается и и я бы даже сказала что это будет происходить повсеместно именно повсеместно все начнут что-то как бы делить прикрываясь знаменем предков какие-то кардинальные причем действия будут такие достаточно заметные идем дальше яшма здесь выпало две яшмы да я вам сейчас покажу эти это значит что вот пространство обращает наше внимание именно на эти энергии раз они выпали дважды вот одна такая пестренькая другая красненькая хотя это тоже пестренькая но это более пестрое вот и начнем вот с этой и я написала в прогнозе что много мелких и разных дел они повысить повысить степень комфорта укрепят фундамент жизни и это говорит о том что вот для для каждого человека будет иметь значение его комфорт и то как он вот в этих жизненных ситуациях причем они могут быть разные на любом конце глобуса в своих жизненных ситуациях как он обустраивается как он делает свой фундамент и как он решает свои насущные проблемы или свои бытовые проблемы чтобы было что покушать мягко поспать безопасно себя чувствовать крыша над головой и какой-то там прожиточный минимум обязательно должен быть чтобы дети были здоровы чтобы все как бы было и вот здесь я же мы говорит о том что с этой целью будет много разных дел эти дела рутинные эти дела занудные может быть их но тем не менее их надо делать они могут быть нелегкими но их надо делать и в результате они повысят ваш комфорт и повысят вашу как это сказать выживаемость я уже много сегодня говорю в них голос подводит повысит вашу выживаемость именно в текущих условиях для того чтобы выжить без потерь вот и 2 яшма это то это же послание плюс я написала просто на две строчки ваши жизненные основы крепки и поддерживайте это то есть вот удерживайте свой уровень жизни на своем фундаменте сохраняйте свою жизнь всеми способами укрепляйте свой комфорт свою витальность и свое жизнеобеспечение то есть яшма указывает на то что много людей будут сосредоточены на том как им комфортно безопасно сыта жить и также яшма всегда еще указывает на повышение внимания к крепости тела к состоянию здоровья к тому чтобы не терялась работоспособность это с точки зрения допустим глобального чтобы не терялась работоспособность у населения с точки зрения каждого человека в семье для того чтобы нормально пережить скажем зимнее время или кризис или потерю работы или наоборот пережить счастье укрепить тело и заработать много денег потому что яшма она дает фундамент она дает заработок она дает возможность каждому человеку быть здоровым иметь необходимый набор материальных благ то есть достаток иметь какой-то статус и чувствовать себя вообще человеком живущим и действующим вот как-то так что у нас дальше тигровый глаз вот там у нас было тигровое железо это с гематитом а вот тигровый глаз и тигровый глаз для каждого человека я написала ваш ваш профессионализм готов к продвижению заявляете о себе то есть это то что каждый человек может выдвинуться совершить рывок или пойти к начальнику с заявлением о повышении зарплаты или же презентовать какой-то свой новый проект или выступить где-то с заявлением а на какой-то конференции например заявлением о своих достижениях или еще что-то то есть стать видимым проявиться заявить о себе и сделать заявку в эту жизнь и для скажем так для большого круга людей тигровый глаз он показывает о том что сейчас время профессионалов мы будем выбирать тех кому мы можем доверять то есть не просто человек а будем ну как бы смотреть на его опыт и тогда отдавать ему свое доверие то есть время профессионалов это время профессионалов я бы так сказала таких продвиженцев когда приходят новые и технические штучки и экономические штучки и политические какие-то нововведения всегда нужны профессионалы так вот я так думаю что сейчас команды профессионалов начнут работать или с населением или с какой-то политикой или с какими-то новыми законами или еще с чем-то на индивидуальном уровне да вы все будете чувствовать свой профессионализм или чувствовать запрос на профессионализм для того чтобы продвинуться в этой жизни или вы будете чувствовать в себе силы для того чтобы заявить о себе но в глобальном таких людей будет много и конкуренция значит вырастает и то что каждый будет как странам она она это они